В купе едут мужики, женщина, он все время сидит, читает газету, а она уже и так, и юбочку там, и уже пуговичку расстегнула, а он все сидит, читает газету, и она не выдерживает, и так, мужчина, ну что вы на меня не обращайте внимания? Я тут такая красивая, сижу, молодая, при всех формах, в купе никого кроме нас нет, ну, газету так складывает, а я всегда говорил, лучше полчаса подождать, чем три часа убалтывать. Мужик, интеллигентный весь такой, подъезжает маршрутка, открывается дверь, он всех пропускает в маршрутку, пожалуйста, пожалуйста, подсаживает, там помогает сумочки поднести, все-все-все, все сели, все забились в маршрутку, и он сам вступает в маршрутку, и в этот момент бах, и дверью придавила голову. Ты пидорас, открой диггера, блять, открой двери, сука, нахуй! Тут дверь открывается, он так, заходит в салон, на всех посмотрел, говорит, прошу прощения, был напуган. Чувак, заходит поезд, значит, в СВ садится, и такая блондинка сидит, думает, как же к ней так, ну, подъехать. Так, о, вы знаете, мне только что друзья на вокзале экстрасенсорные часы подарили. Она говорит, что вы говорите? Да, вот смотрите, я сейчас на вас направляю вот так вот, вот, и я вижу, что вы, о, без трусиков и без лифчика. Она говорит, ничего подобного, я и в трусиках, и в лифчике, говорит, да, спешат. Мужик купил себе новую машину, думает, надо проверить, сколько она может. Выехал на автобан, надавил 250, летит и вдруг мимо мотоциклисток. Фу, нифига себе! Ну, едет дальше, минут через 10 смотрит, мотоциклист на обочине стоит, машет ему. Он останавливается, говорит, подбегает, говорит, слышишь, ты меня видел, я мимо тебя проезжал? Он говорит, ну да, видел. А баба у меня сзади еще была. Автобус, ночной автобус, Киев-Одесса. Все едут в автобусе, ночью, все же легли, так, знаешь, потихонечку себе, ну, ночь позасыпали. А на заднем сиденье два голубых. И так один смотрит, говорит, все заснули, таляшка. Говорит, ну что, друг друга. Говорит, да перестань, кто-то увидит. Говорит, кто увидит? Давай, они все спят. Он говорит, да нет, я боюсь, а вдруг кто-то не спит. Говорит, ну смотри, молодые люди, есть у кого-то стаканчик по одичке? Вот, видишь, все молчат. Ну, и они друг друга давай там иметь. Проезжают в Одессу. Стюарт, женщина, говорит, ну все, Одесса, все выходим из автобуса, всем спасибо. А на переднем сидит дядя Фима такой. Говорит, вы как доехали, нормально? Я всю ночь не спал, так голова болела. Говорит, а что же вы таблеточку не попросили? Да, он на заднем сидении, ребята водички попросили, так всю ночь их ебли. Мужик, значит, ну пацан, закончил мединститут, ну его направили в Снитынку главврачом. Ну он приехал там в этот Фастов, там пришел на автобусную остановку, смотрит, там Снитынка, народ стоит, он уже как главврач, там смотрит, ага, у этого, это болезнь, у этого, ну уже себе там шифрует. Тут автобус подошел, все сели в автобус, автобус тронулся, он едет, значит, на всех так смотрит. И тут, значит, водитель так, поворот входит, бросает руль так за к себе. И женщина такая сзади стоит, она так спокойно лопату вынимает из-под картошки мешка, как даст ему, на раз опять едет, опять какой-то поворот, он бросает руль, так, аааа, опять его бак, и так всю дорогу, он такой сидит, смотрит на нее. Ну, приехали уже в Снитинку, народ выходит, он остается, подходит к водителю, говорит, вы знаете, я ваш новый главврач, вы бы зашли ко мне? А чего? Та вы как-то вот всю дорогу как-то странно вели себя, может, я вас обследую? А, вы это маете на увазе? Говорит, ну да. Не звертайте внимания, вот это бачили женку с лопатой, ну, у ней на той неделе человек вдавился, то это я ей подъемаю. Это старый еще времен советских анекдот, значит, поезд, стрела, который Москва-Ленинград, без остановок, то есть прямой вот этот, и заходит мужик, поезд, и видит Вольф Мессинг сидит, известный экстрасенс, там все это, и он говорит, я вас узнал, вы Вольф Мессинг? Да, я Вольф Мессинг. Слушайте, а вот, ну, хочется просто, ну, как, вот, знаете, вы не могли бы вот, ну, два моих, две моих мысли, вот, ну, как бы угадать? Вы знаете, я, у меня было три концерта, я сейчас уставший, еду. Сколько вам за концерт платят? Он говорит, 50 рублей за концерт. Вот угадайте мои вот две мысли, я вам заплачу, как за концерт. Ну, хорошо. Первый вопрос. Куда я сейчас еду? Кто-то, ну, вы едете в Ленинград. Он говорит, правильно. А зачем я туда еду? Он так посмотрел на него, говорит, ну, наверное, развести с женой. Он говорит, Роман, полез, лопатник достает, 500 рублей так отсчитывает. Он говорит, нет, подождите, мы же договаривались на 50. Это не мысль, это идея. Троллейбус едет, весь заполнен. На остановке остановился, заходит женщина, пожилая, смотрит по троллейбусу, все места заняты. И один из молодых людей сидит, такой наркоман, видать, вмазывался, залипает. Она думает, ну, кому? Только к нему. Она подходит к нему, рядом встала так, и ждет, чтобы он ее не заметил, уступил место. Ну, соответственно, тот зависает по-своему. А она так, как бы все люди привлечь внимание. Да, вот это так молодежь будет ходить, никогда не встанет, пожилим не вступить в место. Видите, вот это воспитание, понимаете, воспитали. Кого мы воспитали, говорю, а? Сидит воно, понимаете, начи не чует, начи не до него звертаюсь, а? Бери его по плечу так. Молодой человек, я к вам обращаюсь. Старая женщина стоит, говорю, а вы сели, как я не знаю, кто. А он так дупля отбивает, поднимается на нее, бабушу. Не, я ногу потерял. Она так. Ой, люди добрые. Ой, Боже мой. Такая, знаете, старая дура. Воно ж нет, что подивиться. Сразу начинаешь на людину кричать. Ну, то, что стараюсь. Воно ж не только у меня, воно ж у всех стариков так. И смотрит, у него две ноги. Эй, ты, гадина, у тебя же две ноги. А он на нее голову поднимает. А было три. Средиземное море, я говорю, всплывает такой, значит, непонятной конструкции. Подводная лодка, да, в ракушках такая, зеленая вся. И американский лайнер проплывает. И тут открывается люк, такой капитан, вылазит, трубку закурил, сидит. Говорит, я прошу прострения, что это есть. Это наш украинский подводный член. Вот это. Это. Я прошу прострения, сколько узлов он может дать? А сколько нужно? Ну, я не знаю, узлов 10 даст? Я не знаю, сейчас запитаю. Микола, что? Тут пытают, 10 узлов даст наш член? Кажет, даст. Я прошу прострения, а 15? Микола, а 15? Кажет, даст. Я прошу прострения, а 30? Микола, а 30? Не, кажется, не даст 30. А почему? Зараз запитаю. Микола, а чего? Ага. Кажет, в Москве властный позлетает. Уставший такой таксист, послесменный уже или едет, уже чуть ли не засыпает, проезжает. И тут стоит ряд таких проституток. Он мимо них проезжает, смотрит, думает, нифига себе, клиентура. И раз встречается взглядом с одной из проституток, он смотрит на нее, она на него. И она так подходит к машине, облокачивается на окно, говорит, оральный, 50. Он так оральный, оральный. Это в каком районе? Бабушка перебегает через проспект, машины летают, она бежит через проспект, она увидела, маршрутка едет, и она хочет успеть, она бежит. И тут ее сбивает насмерть этот сам Volkswagen Touareg, она летит в сторону, от виз виз, сзади виз тормозов, в Touareg влетает BMW. В BMW влетает Mercedes, в Mercedes влетает Lexus, в Lexus влетает Land Cruiser. В Land Cruiser влетает очередь, куча металла, дым, все, огонь. Из Land Cruiser вылазит такой побитый водитель, так отошел чуть-чуть в сторонку, чтобы видеть всю эту картину. Говорит, молодец, бабка, так красиво ушла. Это в ресторан заходит мужик, знаешь, такой прикидив, шлем у него такой, мотоцикленный, жирный такой, кожаная курточка, штаны кожаные. Он так садится за столик и громко так, ну, чтобы слышала одинокая блондинка, скучающая за соседним столиком. Чтобы она слышала, он так, официант, а что бы вы мне посоветовали к изысканному вину Латоша Фит? Официант говорит, я бы вам посоветовал меньше выебываться. Я видел, как вы на мопеде подъехали. Одна девушка едет в трамвае, и вдруг заходит молодой человек, смотрит на нее и говорит, до депа, боже мой, у нее все перевернулось в голове. Вот он, этот француз, вот он, тот француз, который увезет ее в Париж. Прощай, прощай, эти грязные улочки, прощай, этот рыбалка, эти грязные ножские мужские, прощайте, эти все гадости. Вот он, Париж, рядом. И она ему отвечает, кис-кисы, он к ней. Я пытаю, трамвай до депа? Вокзал, поезд отходит от перона, и мужик из вагона так голову высовывает, и провожающий моего другу кричит, Коля, спасибо, все было классно, спасибо за гостеприимство, у тебя вообще все супер, а жена твоя трахается так, что мало места, ой, спасибо тебе, все, пока! Засовывает голову обратно, и смотрит пассажиры так на него, смотрят удивленно. Он говорит, не-не, не обращайте внимания, жена у него так себе, просто хотел на прощание человеку приятное сказать. Одесса, останавливается на остановке трамвай, из него выходит молодой человек, и подходит к одной девушке, которая стояла на остановке, и говорит, скажите, пожалуйста, а Дерибасовская где здесь? Ой, молодой человек, а зачем вы вышли? Вам ехать еще в три остановки. Как? А мне сказали здесь выходить. Ага. Скажите, а вы сидели или стояли? Едут в поезде, мужик тут заходит на остановке другой, и тот говорит, о, здравствуйте, будем знакомы, вы откуда? Он говорит, я из Бердичева. О, так вы еврей? Подождите, если воробей вылетел из конюшни, так что, он сразу лошадь? Переполненный автобус, давка такая, и вдруг стоит девушка рядом с ней, мужик, и она говорит, раз его локтем отталкивает, и говорит, ну что вы, мужчина, все время вы за меня третесь, вы что, меня хотите? Он говорит, нет, тогда отойдите, может кто-то хочет. Поезд на верхней полке, мужик дрыхнет там, и тут на какой-то остановке заходит дама такая пышногрудая, садится, значит, сразу открывает сумку, достает бутылку водки, жрачку, там полкурицы, и сидит себе наливает, топчет. Он так посмотрел, думает, нормальная баба, надо как-то разговор затеять. Говорит, милая дама, а как вас звать-то? Она говорит, а что меня звать? А сейчас водку допью, закушу и сама залезу. Едут в поезде две девушки, грузин, и они между собой, говорит, одна говорит, ты знаешь, а я так раком люблю, я, наверное, роковая женщина, а вторая говорит, да, а ты знаешь, а я стоя люблю, я, наверное, стоящая женщина. Грузин слушал, слушал, говорит, а, а я люблю, да, на мешке с изюмом, я изумительный мужчина. Инструктор по прыжкам с парашютом в самолете, так, первый пошел, второй пошел, парашютики не забываем, не забываем парашютики тут, и подождите, подождите, я забыл парашют, возвращаться плохая примета. Трамвай, час пик, давка такая, и молодая девушка стоит, говорит, мама, мама, говорит, что? Ты знаешь, у меня будет ребенок. Говорит, да ты что, от кого? Не знаю, посмотри, кто там сзади. Мужик приходит на ЖД вокзал, подходит к кассе и говорит, у вас есть билет на Сдолбунов? Говорит, да, пожалуйста, есть. А скажите, а есть вот боковая верхняя полка возле туалета? Ну, есть. А вот скажите, а вот цыгане, вот они тоже на Сдолбунов брали? Говорит, да. А можно в тот вагон, где цыгане? Говорит, ну, можно, конечно, но там еще дебиля едут. О, самое то, давайте билет. Взял билет, приезжает домой. Жена говорит, ну что, ты взял моей маме билет? Говорит, вот не поверишь, дорогая, последний урвал. Выходит утром мужик на улицу, подходит к своей машине и смотрит на капоте, гвоздем написано, покрась машину. Он так сначала расстроился, потом посмотрел на машину. Да действительно, в самом деле, давно бы уже пора перекрасить. Повез ее там, перекрасили, она как новенькая. Он поставил возле дома, пошел ночевать, значит, домой. Приходит утром и на новом капоте снова гвоздем написано. О, теперь другое дело! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова